О, с прибытием! С прибытием, молодцы! Все, приезжали! Браво, 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 молодцы! 55 экипажей 4 января приняли участие в семейном ралли «Батя», которое проводится уже 9 лет подряд на территории Москвы и Московской области. Команды стартовали на Поклонной горе в столице. Им необходимо было не только преодолеть маршрут за определенное время, но и выполнить довольно сложное интеллектуальное задание. Есть отдельное специальное задание. 5 объектов выбираются в пути, которые нужно правильно определить. И по каждому объекту задаются 3 вопроса. И в это время, пока пилоты штурман управляют автомобилем, обычно пассажиры скучают. А им как раз не приходится скучать. Они должны выяснить, что это за объект, когда он был построен. Финишировали экипажи в селе Остров Ленинского городского округа. Машины начали прибывать уже с 2 часов дня. Все участники довольны. Да, есть заблудившиеся. Это нормально в нашем деле. В остальном мы всегда пытаемся создать максимально простые маршруты, потому что участвуют дети, чтобы как можно меньше времени было это занимало, чтобы быстрее добрались все до финиша. Евгения Семенова со своей семьей участвовала в ралли впервые. Проходить маршрут ей помогали крестница Лера и сын Андрей. В восторге. Это очень здорово для всей семьи, для сплочения. Я благодарна искренне своей команде. На самом деле они очень мне сильно помогли. Я вообще не смотрела в дорожную карту. Они все полностью подсказывали, куда направо, налево. И мы ни разу не сбились с маршрута. Сложно. Очень много концентрации требовалось для того, чтобы преодолеть этот маршрут. Много сложных поворотов. И от всех членов экипажей требовалась внимательность и, значит, выдержка. Уже второй год в ралли «Батя» участвует актер, заслуженный артист России Владимир Капустин. Говорит, каждый год организаторы приятно удивляют. Сыну многие места показались новыми, потому что там никогда не было. Он говорит, ну, ты же какая Москва, интересно. Пока мы ехали, он смотрел в интернете, изучал, что означает этот памятник или здание. Интересно. Пока судьи подводили итоги ралли, участники могли пообщаться, перекусить, а также насладиться представлением. Весь финиш организуются самими участниками. То, что сегодня было, был мастер-класс по метанию сюрикенов, звездочек японских. Потом бланкировка шашкой, концерт с балалайками, народными инструментами. Это все организовано силами участников. Традиционно ни один участник ралли не ушел в этот день без подарка. Самые достойные команды получили кубки победителей. Также в отдельной номинации были отмечены лучшие юные штурманы. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова